Друзья, всем привет! Мы в Челябинске, это Алсу Хафиз и Лейла Лерон. Смотрите, мы здесь буквально на одни сутки и первым делом, конечно же, побежали по всем татарским местам в городе. Алсу про все разузнала и все сейчас подробно расскажет. Сейчас мы находимся на Татарской улице, да? Она была до революции татарской, называлась Азиатской. Сейчас она носит название, имя Елькина. Я не знаю, кто такой Елькин, но загугли узнаю. Вы тоже можете это сделать. Здесь по этой улице, прям вдоль этой улицы располагались торговые ряды, располагались жилые дома татарских купцов, в том числе даже и первой гильдии. И вот здесь, вот вы не видите, но вот прям за вами стоит деревянная мечеть. Она тоже на улице Елькина. Если будете в Челябинске, обязательно приходите, так же, как это сделали мы. Сейчас покажем вам мечеть. Мы продолжаем гулять по улице Елькина. Это 30-й дом по этой улице. Он принадлежал купцу первой гильдии Зарифу Ахунову. Вообще, Зариф Ахунов, он родом из Лаишевского уезда Казанской губернии. Там было очень голодно, поэтому они с семьей переехали сюда. И здесь все торговые лавки, какие были, татарские, большинство из них принадлежало семье Ахуновых. Даже сложился такой местный миф. Называли Зарифа Залилединовича Ахунова как 33 Ахунова. И один из братьев его стал основателем татарской библиотеки. Сам Зариф Ахунов, естественно, тоже был там почетным членом. Была очень большая, обширная коллекция татарской литературы, богословской литературы. И сегодня эта татаро-башкирская библиотека продолжает жить. И туда мы сегодня обязательно попадем и вас с собой приглашаем. Мы сейчас в библиотеке города Челябинска, которая носит имя поэта Шайкзады Бабича. Здесь можно взять и татарскую литературу, почитать и башкирскую литературу. Как нам сказали сотрудники библиотеки, тут приходит очень много детей. Это не может не радовать. За год библиотеку посещает около 6 тысяч челябинцев. И это здорово. Но самое главное, эта библиотека была создана, на самом деле, очень давно, еще в прошлом веке. Более 110 лет назад в Челябинске была публичная библиотека, где было собрано много татарских трудов. И создана она была силами местных купцов. Мы на еще одной татарской точке города Челябинска. Это пешеходная улица Кирова. И за мной белое здание, это дом, в котором располагались магазины купца Валеева. Те, кто жили уже в советское время в Челябинске, знают это место под названием молодежная мода. Ну так вот, магазин был открыт в 1911 году. Здесь был целый торговый квартал. Продавали всякие товары, ангельбусские, пуховые платки, ковры, наливали чай в чайхане. В общем, было очень весело. Но потом пришла советская власть, пришла гражданская война. И когда адмирал Колчак был здесь, в городе Челябинске, он был у купца Валеева. И купец Валеев подарил ему породистого жеребца. За что потом Валеев поплатился и даже несколько дней за это был под арестом. После того, как все имущество было экспроприировано, купец сначала уехал на свою родину в Троицк, а потом уже уехал в Казань, где и жил достаточно долго. Он еще прожил там до 1942 года. ПОДПИШИСЬ! 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 И, пожалуй, самый заметный татарский след в городе Челябинске оставил его основатель. Это был выходец из служилых татар, потомок известного татарского рода Тевкелевых. Для простоты он говорил называть себя Алексеем, но на самом деле его звали Кутлу Мухаммед Тевкелев. Это именно тот человек, который пришел и выбрал место, на котором и сейчас находится город Челябинск. Но и сам топоним Челябинск тоже имеет тюркские корни. Здешнее урочище называлось Чилиби или Силиби. И есть несколько вариантов происхождения этого названия. Одно из них объясняется тем, что здесь, на этих местах, жил человек, которого звали Чилиби. Говорят, что оно похоже на имя Челубей. Почему мы снимаем это именно здесь? Потому что за мной памятник основателям города. Персонально Тевкелевого памятника в Челябинске нет. Но вот будем считать, что вот так вот он остался в памяти горожан. Мухаммед Тевкелевого памятника в Мухаммеде. Муса Желим, пызыл ромашка. Иртенгі том нурыннан уянды ромашкалар. Елмайып, хайл сурашып, дызге пуз парашдылар. Назады жилаларны. Хибиреттеп оқшуқларын, том сиптезлеріне, хуш истіле соқшуқларын. Шечеклер кейпленеп, жойғына секінділі. Хәмкінер шындаға жәп бір йоңақ хайл күрділі. Қалғанын қарамыз интернеттан. Кәліптің олан. Су, сейчас расскажет про последнюю точку, в которой мы сейчас находимся. На нашем фоне – остатки Яушевского пассажа. Яушев тоже был знаменитый купец Челябинска до революции. У него были целые торговые кварталы. Очень много денег. Он был купцом 1 гильдии. Кстати, его потомки до сих пор живы и изучают его наследие. И еще такой интересный факт. Дочь одного из братьев Яушевых, а их было несколько, это достаточно известная в казанских кругах Фатиха Аитова. Надеюсь, вы ее знаете, потому что не знать Фатиху Аитову вообще стыдно. Не знать чего-то не стыдно. Стыдно не хотеть знать. А Фатиха Аитова это основательница одной из первых девичьих школ для мусульманок. Можно назвать ее даже жадедийским движением. Кто вот этому приверженцем был, потому что делать для женщин какие-то... Про Фатиху Аитову я знаю хороший факт. Давай. Когда были похороны Габбулатукая, там же вся татарская казань остановилась. Даже на фабриках сделали короткие дни. Книга издательства и редакция газет не работали. А женщин тогда нельзя было ходить на кладбище. Их просто не пускали. Но Фатиха Аитова сказала, мы идем, потому что Габбулатукай. Его надо проводить. Его нужно память почтить. И девочки были осуществлены от занятий, и они пошли провожать с поэта. Фатиха Аитова, видите, какая женщина была передовая. Дуслар, вот и закончилось наше путешествие по Челябинску, по татарским местам Челябинска. Надеюсь, вам понравилось, и вы с удовольствием щепились, поставили нам лайк, оставили комментарии. И если у вас появилось желание побывать в Челябинске, то welcome. Благодарю за просмотр этого видео. Лайки, комментарии. Проходите по ссылке в описании, там вы можете стать нашим патроном. И обязательно покажите это видео своим друзьям из Челябинска и Челябинской области. Ты так мурлыкнешь, что ли? Ну? Багай, багай. Субтитры сделал DimaTorzok